Приветствую вас на канале Beer Hunter, мое имя Олег. И в этом ролике мы вам подробно объясним и расскажем, как сделать самостоятельно арбалет, сделать его своими руками. А также объясним, почему все-таки намного лучше и выгоднее купить уже готовый арбалет. Я думаю, многие пробовали в детстве соорудить себе лук. Идешь ты по лесу с мамой, бабушкой или отцом, и тут палка. Да какая-то палка. Ровная, гибкая, замечательная. И ты уже представляешь, как придя домой, ты сделаешь из нее свой собственный лук. Позже воображение включается на полную мощность, и ты уже представляешь, как твой двор захватывают враги, и ты единственный, кто сможет отбить его и поразить всех злых дядь. Но в реальности тебя ждет большое разочарование. Либо лук получается слишком хлипким, либо не таким точным, либо просто ломается, оставляя после себя не только щепки, из-за которых ругается мама, но и горький осадок на душе. Сегодня мы расскажем вам, как сделать своими руками не просто лук, а арбалет. Однако, давайте перед этим разберем, из чего же состоит это замечательное оружие. Конечно, сначала идет корпус. Главная силовая часть всего арбалета, к которой крепятся все остальные части. Колодка. Колодка крепится к корпусу и удерживает на себе дуги. Дуги. Они же плечи, они же лук. У этого элемента есть много названий, являются, наверное, самой основной частью арбалета, так как именно они запасают в себе всю энергию. Тетива. Это связующий элемент, который передает запасенную энергию с дуг на снаряд, на стрелу. Ложа. Это та часть арбалета, за которую вы держитесь, когда стреляете. Направляющая. Эта важная часть служит опорой для снаряда. Лонца. Это прорезь в направляющей, в которую кладется стрела. Полка. Это элемент, поддерживающий стрелу. На самом деле, на большинстве современных арбалетов полка не используется. Хотя есть арбалеты, на которых стрела не лежит, как мы все привыкли, просто на арбалете. Она касается только в двух точках, где тетива и, соответственно, где полка. Стремя и стойка стремени. Эти элементы нужны для взвода арбалета. Именно в стреме человек упирается ногой при взведении арбалета. Пружина или язычок или прижимная пластина. Это устройство, которое удерживает стрелу на направляющей. Спусковой механизм, он же замок, он же орех, по-разному его называют. Это механизм, удерживающий тетиву в натянутом состоянии и при нажатии на спусковой крючок, высвобождающий эту самую тетиву. Прицел служит для наведения арбалета на цель. Стрелы или же болты, по-разному тоже их называют. Это сами снаряды, которыми стреляет арбалет. Сейчас мы с вами перечислили составляющие сложного и профессионального арбалета, состоящего из дерева, алюминия, карбона, фибергласса и других высокотехнологичных материалов. Конечно, самостоятельно создать такой арбалет будет очень сложно, ведь я не думаю, что под кроватью у вас завалялся кусок алюминия, а на балконе столько карбона, что и девать уже некуда. Поэтому ваш арбалет будет состоять из простого материала, доступного всем, из дерева. Нужно выбрать правильную древесину, абы какая не подойдет. Ни в коем случае не используйте хвойные породы деревьев или пересушенные старые ветки. Лучше всего подойдет орешник, тис или ясень. Или лиственные, а доски ровные и без занос. Не забудьте высушить пару дней выбранный материал, ну и обработать его наждачкой, чтобы деревяшечка была гладенькой и без занос. Для начала вам нужно сделать дугу. Размах этой дуги примерно 75 сантиметров, а ширина 4 сантиметра. При этом к краям эта дуга должна истончаться и быть примерно полтора сантиметра. Далее нужно смастерить ложем. Возьмите доску такую, чтобы она приятно лежала в руке. Вам нужно пропилить с одной стороны паз, куда будет вставляться эта дуга. Для тетивы выбирайте крепкую веревку. Лучше всего подойдет из не специализированных материалов рыболовная плетенка. Или же можете заказать тетиву у мастера или просто купить катушку специальной тетивной нити. Все это сейчас в свободном доступе. Пришло время обрабатывать паз для дуги и натягивать тетиву. В ложе необходимо сделать отверстие, через которое с помощью веревки вы будете крепить плечи к ложу. Натяните тетиву так, как вы будете это делать при стрельбе. Нужно определить оптимальную точку, где ставить замок. То есть откуда будет натягиваться тетива. Далее нужно понять длину арбалета. Он должен быть равен предплечью по длине. Спусковой механизм. Его можно приобрести и вставить отдельный. Наверное это самый простой и оптимальный вариант. Поэтому мы не будем вам рассказывать о том, как самостоятельно мастерить замок. Расскажу лишь, что замки бывают двух видов. С верхним зацепом и нижним. Отличаются они соответственно тем, что один замок цепляет тетиву, подхватывая ее снизу. Соответственно, когда вы нажимаете на спусковой крючок, тетиву чуть-чуть подбрасывают вверх, когда замок отпускает. А на другом замке наоборот все происходит. То есть он захватывает сверху и когда тетива высвобождается, язычок чуть-чуть прижимает ее к низу. Вот и все. Поэтому мы советуем вам взять сейчас покупной замок и не мучиться с тем, чтобы сделать его самостоятельно. Стрелы можно изготовить с помощью шуруповерта и метчика. Единственное, смотрите, чтобы стрелы были прочными. Потому что если в момент вылета разлетится стрела, то скорее всего разлетится и арбалет. Плюсы. Плюсов у самодельного арбалета не так уж и много, однако мы их перечислим. Во-первых, это цена. Нам не нужно покупать какой-то дорогой, профессиональный, полупрофессиональный, любительский арбалет. В принципе, часть мы берем из леса, какую-то часть покупаем, но в целом все получается очень бюджетно. Второе, это времяпрепровождение. Вы можете пустить в ход весь свой креатив и воображение и проявить чуть-чуть смекалки. Мастерить своими руками это всегда что-то интересное. К тому же вы можете делать, например, со своим ребенком. А если у вас все получится и арбалет еще будет стрелять, то это приятно вдвойне. С самодельным арбалетом вы не пойдете на охоту. Ну, точнее пойдете, а вот вернетесь ли. Мощность этого арбалета оставляет желать лучшего. Надежность еще меньше. Процент попадания совсем мизерный. А о том, что арбалет прослужит вам многие годы, даже не стоит и мечтать. Покупной же арбалет, который вы купите, например, у нас, будет быстрым, мощным, точным, скорострельным. Стоит ли перечислять все их преимущества? Если отбросить шутки в сторону, то я думаю, достаточно очевидно, что самостоятельно сделать такой же арбалет, как делают на заводе, не получится. Даже если мы говорим про рекурсивные арбалеты. Там, на заводе, специализированные люди, обученные инженеры, которые в этом разбираются, знают, что сейчас в тренде, знают, какие сейчас технологии. Они просчитывают и создают арбалет таким образом, чтобы он был максимально эффективным и комфортным вам для стрельбы. Поэтому делать арбалет ради того, чтобы у вас был арбалет, я, честно говоря, смысла не вижу. Если вам нужен арбалет, то лучше пойти и купить арбалет. А если вы хотите сделать арбалет, и вам нужен сам процесс создания арбалета, то тогда, конечно, стоит заморочиться. Ну что ж, друзья, на этом все. С вами был Олег, канал BeerHunter. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»